Прояснилось состояние ещё одного иностранного шинного предприятия в России. В полном объёме возобновил работу завод Йокогамы, который расположен в Липецкой области, близ города Грязи. Сообщила об этом, однако, не сама японская компания, а пресс-служба особой экономической зоны Липецк, где губернатор Игорь Артамонов встретился с руководителями компаний-резидентов. Компания Йокохама РПЗ, ранее приостанавливающая свою деятельность из-за сложностей с логистикой, возобновила свою работу налаженной поставки каучука. Все сотрудники получают 100% заработной платы. В конце июля о возобновлении работы завода Континентал Калуга в своём телеграм-канале рассказал Владислав Шапша, губернатор Калужской области. Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков и возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка. Внимательные зрители канала Автоплюс вспомнят, что аналогичную новость мы сообщали ещё в апреле. Тогда о возобновлении работы предприятия писал франкфуртский офис компании Континенталь. Что касается других иностранных марок, то абсолютно неясной остаётся судьба ульяновского завода Бриджтоун, который не ведёт производственной деятельности с 18 марта. Завод компании Мишлен в подмосковном Давыдове, где работало 750 человек, тоже остановлен. Но в конце июня французская компания объявила о решении передать российский бизнес в управление локальному менеджменту. Завод Nokian Tires во Всеволожске Ленинградской области избежал простоя. Однако поставки шин на запад заблокированы санкциями. И финской компании пришлось объявить о диверсификации бизнеса. Гендиректор российского подразделения Андрей Пантюхов предложил главному офису реорганизовать компанию и продолжить работу под другим брендом. Реалистичность этого сценария подтвердил губернатор Ленинградской области. Сложности будут с Nokian Tires. Мы это видим, потому что Nokian Tires будет продавать свой бизнес либо передавать в управление. Но сложность в том, что сам лейбл Nokia, та резина, к которой мы привыкли, скорее всего, не останется. Но будет другой лейбл. Здесь очень важно, чтобы этот лейбл завоевал рынки сбыта. Потому что объем производства очень большой. Наш завод вообще один из крупнейших в мире. И, конечно, здесь менеджменту предстоит такая непростая работа, сложная, в том числе по поиску новых рынков сбыта. Потому что Nokia Pellita поставлялась в основном в Европу, Канаду и США. Это сегодня список недружественных стран, которые запретили экспорт из России шин. Продолжение следует...